здрасте сегодня мы выбираемся из балдинских до хапсула по гласторникам наша веселая компания сонная довольно там вот величеки висит нефти чуть-чуть больше получаса настроение боевое сонно-боевое настроение погода вроде норм ждем приятных отдых электричка привезла в палецке сейчас немножко проверим чтобы груз был говно все которое везу с собой закреплено и двинемся в сторону хапсула по пути буду снимать всякие красивые места так что надеюсь будет интересно выезжаем из палдинских это портовый город топоним основан от слова балтийский город основан чуть ли не петром еще это очень давно танки для топлива два порта и остановка поезда больше ничего нету скукота да и только надеюсь дальше будет интереснее всем привет еще раз в этом видео я решил сделать кое-какие пояснения за кадром дабы некоторые моменты стали более понятными а переходы более плавными также местами меня не было слышно из-за ветра надеюсь это улучшит общие впечатления от просмотра спасибо велосипедисты ветер всегда дуют в лицо выехали из палдинских вот по такой красоте вон там уж видно вдали шпиль далеко километров 12 по это если по прямой она в объезд решили немножко свернуть поселок мать за буквально километр самая церковь в которой я видел когда мы выезжали в палдинский шпиль который был виден сейчас до нее доедем полюбуемся очень классные осенние пейзажи очень красиво очень красиво и Классные места уже начинаются, красиво очень. Здесь когда-то был, заезжал, но погода была чуть похуже, а сейчас в солнце, ну прямо шик, блеск, красота. Очень классно, очень здорово. Ой, стрекоза! Отец куда-то уже умотал. Ничего не сказал, нет? Мне кажется, он по кругу поехал. Я понял. Стрекоза, территория вот такая вот, старая церковь. Можно зайти? Да, можно зайти. А вот здесь, насколько я помню, с того мостка вниз идет ручеек, и там внизу он выходит, как какой-то такой фонтанчик сделан, что-то такое, в стене прям. А, ну сейчас все сухое, но вот там вот обычно вот ручеек, я помню, был дело. Здесь написано, кто из местных погиб во время Второй мировой войны. Церковь. Сейчас попьем водички здесь, немножко осмотримся и поедем дальше. Здесь я вновь с улыбкой жалуюсь на ветер, из-за которого, собственно, меня и не слышно. И немного говорю о нашем дальнейшем маршруте. После Мадизы мы проехали в городок с очень похожим названием – Мадизы. Расположен он в чуть более чем 10 километрах от Мадизы и, в первую очередь, известен развалинами мужского монастыря, доехав до которых в этот раз я был немало удивлен. Дебаты в этом вообще совсем другая геометрия. Ну да. Вот на дальнее расстояние, понимаешь, чем больше ты делаешь вот разных движений тел, ты не сидишь в этом положении, а ты можешь приподняться, можешь сесть так, можешь просто вытянуться. Вот это удобно, что просто тело не затекает. А этот больше, скажем, он, честно скажу, для пересеченки. У него геометрия такая, что ты сидишь больше на нем прямо. Опять же, руль держишь так, чтобы он резко можно реагировать. На этом так резко ты не повернешь. Он, вот, я пробовал, когда резко это сам, у него даже объезд и то, знаешь, немножко такой больше. Каждая рама под разные условия. Вот так вот. Здесь в Падизе, где мы сейчас находимся, мы за красивый пруд. Вот здесь вот. Был мужской монастырь, по-моему, 14 века постройки. И, ух ты, в него вставили стекла. Раньше их не было. Его восстанавливают. Одним словом, местные крестьяне сожгли все это дело. В 16 веке монахов поубивали. И вот он стоял все это время в таком виде. А сейчас его, похоже, стали восстанавливать. Что не может не радовать. Вставили стекла. Я знаю, что в нем какие-то концерты проходили в свое время. Сейчас посмотрим. Ну, блин, они уже билеты продают к нему. Какие хитрюки, а? Ух ты. Куда мы не поедем? Место для костра. Вон здесь вот. А там вот местная ненадичушка. Ой, здесь так красиво смотри. Да. Видны старые арки, которые были. Я, блин, еще успел застать это место, когда оно было бесплатно. Материне сюда билеты продают. После падеза мы свернули в сторону залива. Ближе к региону под названием Ноа-Ротси, по которому собирались ехать большую часть нашего пути. Населенный до середины 20 века выходцами из Швеции, он сохранил части культуры и особенностей в строительстве домов, а также большое количество шведских топонимов в названиях поселков. Хотел сделать перебивочку таймлапсом, в том месте, где кушали, показать тот самый монастырь разоренный. Но, как оказалось, за те полгода, может быть год, что меня там не было в тех местах, его реставрировали, поставили окна внезапно и как бы берут плату за вход. Поначалу меня это немного смутило, я был такой, блядь, что такое, типа, ну как-то неприкольно. Я там, наверное, раз в семь был, все было в таком довольно, ну, я бы не сказал, что в плачевном состоянии, то есть не было там куч говна, мусора, ну, просто средневековое наполовину разрушенное здание. А сейчас оказалось, что его приводят, ну, скажем так, реновируют, реставрируют. То есть делают крышу, окна двери, как я уже сказал. Возможно, возможно, какая-то внутри экспозиция. И меня это заинтересовало. Я подумал, что нужно будет сюда вернуться и зайти посмотреть. Это классно. Так когда, когда такие вещи реставрируют, ставят в них, делают выставки, в Эстонии это умеют, на самом деле, сохранить вот этот вот оригинальный исторический стиль, дополнив его таким минимализмом современным, просто чтобы, ну, это было здание, а не руины. Так что молодцы. Обязательно здесь появлюсь в ближайшем будущем. Любопытно. Классическая сельская Эстония. Поле Рапса. И поле этих солнечных панелей. Вон там где-то солнечные панели. Видны отсюда, наверное. И шикарная аллея. Пой-пой. Пой-пой. Пурак. А! Пурак. Субтитры сделал DimaTorzok Удивленный возраст моей супруги направлен на шпиль старинной церкви, появившейся по ходу нашего движения. Из инфотаблички, расположенной возле входа на территорию, мы узнали, что эта церковь была построена монахами-цестерцианцами еще в XIII веке, а сохранившаяся до нашей одни самая старая ее часть датирована первой половиной XV века. Несмотря на то, что в ней все еще проходят службы, часть церкви представляет собой музейную экспозицию и кафе в башне. Небольшая гравийная тренировочка перед завтрашними 60 километрами. Отлично! То, что нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюс GoPro, он же ее минус. На стиральной доске на такой невозможно показать, как тебя трясет, потому что камера очень сильно компенсирует тряску. И ты вроде едешь такой, типа, блин, меня трясет, потом начинаешь смотреть видосы, как будто бы едешь по гладкому асфальту. И кто смотрит, такие, чувак, что ты обманываешь, что-то там вообще все нормально было. Ну, как бы, да. Высокие технологии, блин. Сейчас осталось километров 8 до следующей остановки. У меня в навигаторе отмечено, что там будут ладьи викингов на берегу и какое-то кафе. Так что, я думаю, остановимся там. Как раз будет чуть больше полтинничка. Сделаем там небольшой привал. Вот. По лесу красиво ехать. Машин стало меньше, места уже такие более дикие. Замечательно покушали в одном местечке под названием Ныва. Почти как Нива, только Ныва. Не стал там снимать, потому что мы зашли, и официантка сказала, что... Одним словом, было полчетвертого. Она сказала, мы закрываемся в 4 часа, у нас задезервировано там под какое-то мероприятие. И мы быстро-быстро покушали. И сейчас выдвигаемся на залив. Там вроде как есть два дракара. Посмотреть. Так что, вот прямое включение дали оттуда. Надеюсь, что-нибудь найдем. Как видно, гавань оказалась пуста. Но на берегу стояли две скамейки, оформленные в виде ладьи. Как я позже узнал, они обозначали те места, где эти сами ладьи были найдены. А дракары действительно были пару лет назад. И даже выходили отсюда с этими желающими в море по обреляющим бухтам. Дракаров не нашли. Видимо, уже уплыли. Но ничего, в следующий раз. А теперь я тут посмотрел немножко, можно маршрут поменять. Поехать не по шоссе, а по лесу. Так что, скоро будут всеми любимые перебивочки из леса. А вот каждые где-то метров на 400-500 установлен такой инфолист про какое-либо растение, или ягоду, или гриб, произрастающий в этом месте. Вот здесь, про клюкву. Вот. Как видно, уже 13 номер. 12 мы уже проехали. Ну, сколько-то еще явно впереди. Лес просто шикарный, чистый. В смысле того, что нет подлеска, нет каких-то кустов. Шикарный сосняк. Грибы, ягоды. Здесь следует отметить, что лесная дорога вывела нас на мыс Спитхан, рядом с одноименным поселком. Открывшийся вид был великолепен. В ней по-октябрьски теплое солнце грело, шумели волны, а свежий морской ветер щекотал ноздри. Увидев гостевой домик, я пожалел, что не взял с собой спальник, иначе остался поночевать прямо здесь. Товадище, господа, дамы и не дамы. Ну, блин, это же красота. Это же просто офигенно, как красиво. Я не знаю, ну, если вот это некрасиво, то что тогда, блин, красиво? Как это? Маяк, не знаю, как это называется. Такая штука. Пенек такой шикарный. Мыс, морюшка. Вдали тоже морюшка. Вот эта будка, это для туристов. Она открыта всегда. В ней есть диван, но такой чуть-чуть усталый, но, блин, она диван как бы. Стулья есть. Вот, пожалуйста, стул. Один, второй, третий. И окошки открываются. Столик небольшой, окошки открываются. Сюда можно спальники кинуть, если мало ли что. Тут как бы... То есть, ну, все для людей. Шикарное место. Приезжая, отдыхая, и как бы, вот, даже метелка, чтобы за собой там подмести, пыль протереть, тряпочкой есть. На мамбельчике сегодня жена едет. В общем, я не знаю, но место просто бомбическое. Отец там где-то потерялся. Шикарно, я не знаю. Блин, погода великолепная. Прямо балдеют этой поездки, честное слово. Одни положительные эмоции. Однако, каким бы обманчиво теплым ни было октябрьское солнце, не стоит забывать. Седет оно очень быстро. А до города Хабсул и нашего ночлега оставалось еще около 50 километров. Поэтому, налюбовавшись видами, мы двинулись дальше. Проехав еще около 15 километров по лесной дороге, выбрались на асфальт. Закатное солнце освещало залив. Сельские пейзажи радовали глаз. Однако, последняя часть пути в этот день все же оказалась немного омрачнена парой происшествий. Но об этом я расскажу чуть дальше, во второй серии. Лица твоей Тимы, когда они немного умотаны. Под должным кором питаюсь. Паданцы, в прямом смысле. На дороге нашел яблочко. Кто же до грибов довет, дайте. Ну блин. Одним словом, нам еще пару часов катания такого. Нам чуть больше 20 осталось. Все уже какие-то сверка умотанные. Жалуются на задницы и ноги. И колешки. Колешки, да. И колешки. Да, я не знаю. Походу мне одному сегодня норм. Меня все ненавидят за это. Нет, нам на тебе все равно. Я даже не знаю, что хуже. Мы тебя это, молча как бы, все равним, да? В любом случае это весело. По катушке это всегда весело. Огромный плюс езды в лесу. Там нету встречного ветра. Там вообще ничего нету. В деревьях это все дело очень сильно нивелируется. Здрасте. Там колобины. Ну не во всем лесу. Ну вот еще вопрос какой. Колобины можно объехать. А вот от встречного ветра особо не объедешь. Грейдер не объедешь, простите. Он как идет, так и идет. Погай. Салявим. Салявим.